В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алсу Щепотева. Здравствуйте. Против гриппа в Башкирии привиты почти 287 тысяч жителей. Всего в регионе в этом году планируется привить 2 миллиона человек. Первую партию вакцины в количестве 516 тысяч доз планируется закончить 25 сентября. О том, как проходит вакцинация в нашем районе, далее в эфире. Ученик третьего класса Тимур Камалов не из робкого десятка. Спортивного и активного сорванца не напугать прививкой. Вот и сегодня всей семьей они пришли в детскую поликлинику. Педиатр сделал заключение «пациент здоров», а значит самое время провести сезонную вакцинацию. И это очень не больно. Я ничего не почувствовала. Я мечтаю стать полицейским. Здоровым, сильным, смелым. У нас поступила вакцина с ави-грипп. Поступила она в пятницу в количестве 2248 доз. Это пока первое. Первый тур вакцинации. Так намеревается поступить более 5000. Эти дозы пока разбирают в школы, садики, фапы и также детская поликлиника. Можно поставить, кто не смог поставить, и кто по уважительным причинам не поставили в садике, в школе, могут прийти к нам в детскую поликлинику. Через педиатра в любое время до пяти часов можем поставить. Первую партию вакцины против гриппа я на улице получили 3 сентября. Для вакцинирования население сформировали несколько выездных бригад. Прививку уже получили больше 4000 жителей района. Многие из них делают ее ежегодно. Прививку от гриба я каждый год делаю. И всем советую делать. Не болею я с гриппом. И чувствую себя отлично. Напомним, вакцинации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев, школьники, студенты, взрослые, включая медиков, работников жилищно-коммунальной сферы транспорта, образования, а также людей старше 60 лет и беременных женщин. Вакцинация считается лучшей защитой от гриппа. Однако и мерами профилактики и личной гигиены пренебрегать не стоит. В числе самых простых и эффективных мер прием витаминов А, В, С и Д, проветривание, влажная уборка помещений, правильный режим питания и сна, а также занятия спортом. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане превысило 8 317 человек. За сутки выявлен 31 новый случай заражения. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней нам расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Мнурулина. По состоянию на 17 сентября в Янаульском районе зарегистрировано 386 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них два пациента со средней степенью тяжести заболевания получают медицинскую помощь в инфекционном отделении Янаульской ЦРБ. Шесть пациентов получают необходимое лечение в госпитале города Нефтеканска. В республиканские учреждения продолжают лечение один человек. 21 пациент находится на амбулаторном лечении с легким течением COVID. Выписаны с выздоровлением 344 пациента, что составляет 90% выявленных больных. Итого на данный момент в районе 30 пациентов получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине под наблюдением на 14 дней находится 67 контактных лиц. За весь период зарегистрировано в районе 52 семейных очага, где заболели коронавирусной инфекцией 126 человек. Все подразделения Янаульской ЦРБ продолжают работать в режиме повышенная готовность. Ежедневно не менее 50-60 заборов мазков на COVID проводятся в поликлиниках района. По предписаниям территориального отдела распотребнадзора обследованы контактные учащиеся и сотрудники коррекционной школы и контактные учащиеся и преподаватели первой школы. Эти все исследования были проведены на этой неделе. За период с 14 по 17 сентября в районе выявлено 17 новых случаев COVID. Из них один школьник и один воспитатель коррекционной школы. Контактные дети направлены на самоизоляцию. Еще раз мы напоминаем населению района соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, носить маски, соблюдать дистанцию. При необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью. Будьте здоровы! В прошлом учебном году по просьбе родителей, проживающих в микрорайоне Истяк, были организованы три рейса для перевозки детей, обучающихся в городских школах. В связи с коронавирусной инфекцией в этом году школы составили плавающее расписание уроков. По этой причине были дополнительно введены рейсы для подвоза учеников. Начало и окончание уроков в разных школах и в разных параллелях разных. Соответственно, были увеличены количество рейсов до шести. Первый рейс мы забираем детишек из микрорайона Истяк в 7.05. Далее мы их привозим в школу. И, соответственно, самый последний рейс мы забираем детишек с остановки автовокзал. Это примерно 19.25. Расписание маршрута, сколько приезжает, во сколько можно забирать и приехать обратно домой. Данное расписание было распространено по школам. И, соответственно, классные руководители в своих чатах с родителями данную информацию довели до родителей. И родители могут воспользоваться этим автобусом для того, чтобы привезти или обратно, чтобы ребенок приехал домой на этом школьном автобусе. Перевозку осуществляет ваш автокранс. По предварительным подсчетам, когда мы собирали информацию по школам, у нас около 150 детишек изъявили желание использовать данный маршрут. Но в настоящее время количество, которое используют детишек, намного меньше. И хотелось бы призвать родителей, чтобы они пользовались данным маршрутом. С 14 сентября начались занятия по проекту «Радуга жизни». Напомню, что он был разработан местным отделением региональной детской общественной организации «Пионеры Башкортостана». Главная цель большого проекта – расширить кругозор и привить новые навыки детям младшего и подросткового возраста. О том, чему уже успели научиться маленькие и на улице, расскажет Гульнара Сидикова. Занятия начались по декоративно-прикладному творчеству, вокальному и театральному направлениям. В каждой группе 12 человек. На первом занятии по алмазной мозаике дети узнали о том, как появилась эта техника – порядок выполнения работы. Каждый из ребят приступил к созданию своего первого произведения. Наравне с педагогами детям также помогали и волонтеры. Работа кропотливая и требует усидчивости и внимания. Ребята включились в процесс и увлеченно собирали в единое целое миниатюрные элементы мозаики. Сегодня начинаем изготавливать картины 3D и 5D образцов. Мы создаем художественные картины в новой технике. Детям сегодня на наших занятиях они увлеклись этой работой, чему я очень рада. Я запланировала, но у нас в течение месяца эта картина, потому что размер этой картины 4х50. Это больше формата А3. Я думаю, дети справятся, хотя это большой объем для новичков. Это очень большой объем. В объединении «Джутовая нить» ребята узнали, как с помощью простого джута и клея можно создавать разнообразные поделки. Творческий процесс развивает воображение, терпение и мелкую моторику. На первый взгляд занятие это простое. В то же время без аккуратности и внимательности не обойтись. Делаем поделки разной формы. Там шкатулки, бабочки вот такие вот на джутовом материале, на основе, на плоскости. Делаем цветочки. Я их учу тому, чтобы правильно ложить джутовые нити в правильном направлении и правильно с ними склеивать и собирать поделки. Эти поделки мы будем потом выставлять на обозрение всех, на выставочный материал. Вот эта техника, она развивает мелкую моторику пальцев рук, также фантазию, воображение. Также она развивает у нас у детей, как бы, мелкой моторикой пальцев рук развивает еще кору головного мозга, там, речевую, вот это вот осмысливание. Для проведения занятий по вокальному искусству специально было куплено дополнительное музыкальное оборудование. По словам педагогов, для детей легче воспринимать и запоминать новую информацию, когда они слышат ее и наглядно ведет образы. Во время урока ребята сначала провели разминку, а после попробовали исполнить известные композиции. Свои актерские способности участники проекта смогли проявить в театральном объединении. На первом занятии дети узнали об истории театрального искусства, поучаствовали в играх, поделились своими знаниями о театре, отгадали загадки. Я всегда хотел как-то стать самым главным актером в какой-нибудь пейсе. Мне нравится и пить, и играть всякие герои. И еще мне нравится заниматься спортом. Я бы хотела узнать, как можно сделать всякую технику, либо компьютер, либо всяких роботов до машин. Кроме обязательных занятий, дети участвуют в психологических тренингах. Здесь ребята могут поделиться своими мыслями, высказать, что им нравится или наоборот беспокоит. Беседы проходят в том числе и в форме игры. В непринужденной обстановке каждый из них может расслабиться, адаптироваться к новому коллективу и виду деятельности. Всего на этом проекте участвуют 60 детей и 5 педагогов. Цель нашего проекта – развитие творческих способностей детей. То есть разработана для занятий адаптированная общеобразовательная программа. И я думаю, этот проект станет для определения каждому ребенку для определения своей будущей профессии. По этому проекту мы приобрели для вокального занятия коровки системы на 113 тысяч, для декоративно-прикладного творчества «Алмазная мозаика» на 36 тысяч материала приобрели, а также для театрального и для остальных занятий у нас материалы закуплены. На вводном занятии по фоамирану ребята узнали, что из себя представляет этот материал, каким образом используется, что можно из него создать. В одном из объединений дети будут заниматься в течение месяца, после чего перейдут к знакомству со следующим. Так за время реализации проекта они смогут попробовать себя во всех этих направлениях и выбрать, что им ближе по душе. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, Служба новостей, Янаульское телевидение. Третий год подряд янаульские спортсмены принимают активное участие в играх региональной юношеской баскетбольной лиги. Не стал исключением и этот год. Однако доиграть не дала непростая эпидемиологическая обстановка. И если раньше традиционно проходили четыре тура, то в этом году подвести итоги пришлось сразу после третьего. Янаульские спортсмены заняли первое место и вошли в восьмерку сильнейших команд Республики Башкортостан. Председатель тренерского совета Федерации баскетбола Республики Башкортостан Александр Осокин поздравил ребят с отличным результатом, вручил сувенирную тарелку и футболки каждому участнику турнира. Этот проект у нас в региональной юношеской баскетбольной лиге существует уже три года. И город Янаул с нами все эти три года участвует в этом проекте. Благодаря этому проекту мы повышаем уровень баскетбола не только в городе Янауле и Янаульском районе, но и во всем регионе. Конечно, я видел игру команды города Янаула. Она в этом году пробилась в восьмерку сильнейших, но получилось так, что ситуация не только в нашей стране, но и во всем мире сложилась таким образом, что четвертый тур, финальный тур региональной юношеской баскетбольной лиги этого сезона нам провести не удалось. И по итогам третьего тура были распределены места. Мы рассматриваем вариант проведения региональной юношеской баскетбольной лиги на следующий сезон, но, может быть, так как у нас сейчас внесены ограничения до 1 января 2021 года, мы рассматриваем вариант проведения после 1 января 2021 года. То есть, может быть, это будет формат маленько другой, не четыре тура, как в этом сезоне, в сезоне 19-20 года, а, возможно, это будет два или три тура. Но при этом у нас еще, кроме старших юношей, играют команды девушек. И есть в этом году, первый сезон, мы попробовали запустить мальчиков 2009-2010 года рождения. Это был третий-четвертый класс, это был пилотный проект. Мы набрали 10 команд. Сейчас очень много поступает заявок на то, чтобы многие хотят принимать участие, опять же, в этих соревнованиях. Мы будем думать, как это воплотить в жизнь. Республиканский телевизионный конкурс «Сулпылар» проводится ежегодно. Организатор конкурса – детско-юношеский телеканал «Тамыр». Участием в нем приняли более 140 детей со всех уголков Башкирии. Стать участниками конкурса решили ученики школы искусств со своим преподавателем Халисойной Сибулиной. «Сулпылар» мы давно хотели участвовать, вот как-то не успевали. Вот сейчас решили, мы уже третий тур прошли. Трое детей участвовало. Закир Зульмер, Лутфулина Салу и Сергеева Евелина. Закир Зульмер не прошел. Почему? Потому что у него как бы ломка в голосе, мутация. Немножко решили пока приостановить. Пене чуть-чуть, на 2-1,5 года, может быть, посмотрим. А Сергеева Евелина прошла и Лутфулина Салу прошли. Вот следующий тур мы ездили вот недавно, на той неделе ездили. Песни нужно выбрать правильно, надо обязательно. Новые песни или ретро-песни обязательно надо. Это оранжевовку надо делать. И именно языком надо, над башкирским языком надо работать. Вот именно, если татарский, тоже можно, чтобы акцентов, вот это все работать надо. Вот таким образом мы прошли. Пели Томса Томас Салу Лутфулина, который из репертуара Ради Гагареева. И Сергееве Евелине, я сама написала песню. Песня называется «Семь минхинендер сэскен». Вот так вот ждем пока результатов, пока ждет. А Сибай, это Илья Амбек Молнара. Это два года один раз проходит в Сибае. В этом году, все вы знаете, с таким у нас, через онлайн, так ведь? С этим коронавирусом онлайн мы отправили трое, значит, три работы. Лутфулина Салу, Тиреева Евелина и сама я участвовала. Вот, и, значит, там очень много конкурсантов, очень много, очень серьезный конкурс. Я прошла. Я прошла, я ездила в Сибай и прошла, значит, второй тур. Ну, дипломатом стал вот таким образом. Там нужно исполнять три произведения башкирские народные, узунки. Эти узунки исполнять, это очень сложное, сложно, очень сложно. Их историю надо знать, исполнять правильно. Дети постарались, очень постарались. Я благодарна этим детям, потому что учить узунки, это великое дело. Мы учили, это упорно учили, но мало времени, наверное, было. Но в следующих годах обязательно постараемся. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. 18 сентября ожидается малоулачная погода без осадков. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 14, плюс 16 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается перемена улучшенности без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный. Ночью 3,8 метра в секунду, днем 8,13. Местами порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6. Местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, минус 2 градуса. Днем плюс 15, плюс 20 градусов. Ого! Вот это цены! Масло сливочное 500 грамм 199, колбаса по деревенске 89, а тушенка говяжья 59 рублей! Да! В честь дня рождения находка режет цены пополам! С находкой и корзинка полная, и кошелек! Акция действительная с 14 по 20 сентября. Подробности у консультантов. Янаульскому телевидению требуются операторы эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 5 0402 5 99 95. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 5 0402 5 28 71. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 5 0402 5 99 95. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Мобильная связь 112. Мобильная связь. 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 Продолжение следует...